Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые любители шахмат. С вами Владимир Добров. Мы отправляемся на финальный матч Магнуса Карлса на свой слесо. Итак, самые интересные события. Событий было много. Несмотря на то, что первый матч закончился со счетом 2-2, ничьих в этих партиях не наблюдалось. А значит, для болельщиков был настоящий пир. Итак, в варианте защиты Тарша последовал редкий вариант с ходом СД. Вослису так уже играл, однако Магнус здесь продемонстрировал хорошее, естественно, знание. Он к этому наверняка подготовился. Ну и вот линию поведения, которую Вослин взял, как говорится, отбиваться с этой линии, ну, в общем-то, она оказалась до конца не такой прочной. Итак, ну, белых два слона, то есть черных определенные бреши, связанные с дефектом пешечной структуры. Ну и, в общем-то, после некоторых ходов Магнус перешел в такой стандартный Н-шпиль, где со слабой пешкой Е при разноцветных слонах преимущество белых не вызывает никакого сомнения. Вослису попытался здесь, значит, укрепляться. В принципе, это движение было совершенно естественным. Можно также отметить, что другие варианты, связанные с ходом лагеря, то есть они не приносили дополнительных ресурсов. Ну и, в общем-то, отдал он пешку на Е5 и закрепился следующим образом. Съел на Б2, пешка на Е6 стала достаточно серьезным, как сказать, серьезным гвоздем, однако не так просто прорываться. Хоть и с поддержкой белопольного слона, опять-таки слон на Б3, если вы смотрите репортажи и смотрите записи предыдущих эфиров, предыдущих выпусков, мы уже увидели, что испанский слон постоянно терроризирует черных. Ну и, в общем-то, продолжилась неспешная борьба. В итоге черный, белый, все-таки Магнус зашел на седьмой ряд и в итоге даже съел, умудрился пешку на Б5. Позиция балансировала, казалось бы, около равенства, однако выяснилось, что по сладебе Б4, а в БЕ7 черные не успевают задержать эту пешку и, по сути дела, Магнус здесь выиграл очень конкретным, единственным способом. Удивительная позиция, то есть вы можете сейчас подумать, как здесь выигрывать, остановить на паузу. Ну вот, последний ход ферзь Е7. Отмечу, что не было хода ладья Е5 из-за хода ладья Б5. Такой вот связки, отвлечения им выясняется, что ферзь быстрее проходит в белых и, соответственно, выигрывает партию белых. Значит, последовал, соответственно, ход БА, ферзь, ферзь и ферзь Е7. Король на А6 теперь последовал шаг. На ферзь Ф6, отмечу, в случае хода ферзь Ф6, последовал бы ход ферзь Е3. И на ладья Ф4 очень симпатичный поэтии Х4 или даже король Ж3 с последующим отъемом ладьи на Ф4. Ну, так или иначе, черные получают мат. Ну, а позиции на диаграмме после ходу ладья Х5, ферзь Ф8, ферзь Ж7, ферзь Ф4, Ж5, ферзь Д6. Есть очень красивая такая геометрическая фигура, была нарисована Магнусом. И в итоге, таким вот образом, Магнус победил первую партию. Ну что же, классная партия, несмотря на какие-то нюансы. В общем-то, вы можете разобраться в ней более подробно. И переходим к ответной партии, где уже белые фигуры были у американского гроссмейстера. Итак, итальянские мотивы, стандартные напевы. Мы это уже тысячу раз видели. И вот он пошел опять-таки на позицию, которую он играл с гири, пробовал. Я напомню, что гири играл в ДЕ, и после хода конь Ж4 в черных оказалась неплохая компенсация. В этом случае Уэсли соусилил позицию, пошел конь Ж3. И после тяжелых вот этих вот неспешных переводов сконцентрировался Уэсли на центре. Зафиксировал структуру ходом Б4. Произошли некоторые изменения в структуре опять-таки. Ну и белые подхватили линию А. После ферзь Б7, в общем-то, неспешные размены произошли. И вот после ДЕСЛ ферзь А1 к слону Ф1 выяснилось, что черные в плохом положении, так как на слон Е3 следует Е4, в общем-то, белых лишняя пешка. Магнус попытался найти компенсацию в виде двух слонов, однако здесь это было недостаточно. Очень четкими движениями Уэсли достиг большого преимущества. Сделал ход Ферзь Д2, у нас нападение на пешку А6. Также был ход и конь Д4. После разменов пешка Д6 также является опасной для черных, но проблемной, и главной является, конечно же, король. Итак, конь Х5, король Ж6, конь Х4. Отъел на Е6. Промежутки был ход как Ферзь БЦ3, так и БЦ. Последовал БЦ, и вот после хода Ферзь Ф4 выяснилось, что белые быстрее добираются до короля. На ФЕ следует шаг, шаг и важный ход Е5. Казалось бы, казалось бы, важный, что слон Д3 и конец, но на самом деле все это было очень неправильно. Правильным ходом был слон Д3 сразу с идеей Е5. В этом очень важном моменте я остановлюсь. Дело в том, что теперь, если черные играют Е5, белые продолжают нападение на те маты, от которых нет значительных. И после Д5, ну, белые играют, скажем, ЕД, возобновляют в курсе слон Д3 и легко побеждают. А в случае Ферзь Д1, единственный ход, который еще защищается в коем-веке от хода Е5, выигрывает ход Ферзь БЦ6. То есть, опять-таки, возобновляли в розы Е5. В случае уже Е5 здесь, белые постепенно проникают к королю неприятеля. И таким-то образом Веслисон должен был победить. А так он сыграл Е5, что дало хорошие шансы на спасение. Найди здесь Магнус дальше после хода Ферзь Д1. Еще один важный ход. После шахов ничего не происходило. В общем-то, Весли здесь пытался найти какие-то дополнительные ресурсы. Делал шахи. В итоге съел на Е6. Ферзь Д4. И, в общем-то, все было около равенства. В итоге произошло следующее. После некоторых шахов, опять-таки, помудрил, похитрил. Магнус отправился вообще на Е8. Решил уже перейти королем на тот фланг. Ну, насколько это было необходимо, непонятно. Но, в общем-то, видимо, хотел Веслисон запутать. В итоге Веслисон взял ЕД после Ферзь Д6. Можно было брать и королем. Наверное, уже только у белых могли быть проблемы. Ферзь Ф5. И Ферзь Д4, опять-таки, возобновил угрозу взятия на Ф2. Но и вот эту позицию, представьте, Магнус проиграл. Феноменально совершенно. Что он только не делал после этого проигрыша. Значит, рвал просто и металл. Ну, у черных образовалась еще и пешкашка всему прочему. То есть, проходная. Опять мы видим разноцветные, разнопольные слоны. Которые, конечно, являются главным предвестником атакующих действий. Ну, и, в общем, в такой забавной достаточно позиции. Вот было такое вот повторение. Сейчас мы увидим критическую позицию. Которые, ну, совершенно невероятным образом король стоит на А5. Ну, конечно, главное не пойти король Б4. Но нечто похожее произошло в партии. Какой-то кооператив. Итак, черный король вернулся, пошел обратно. Отъели черную пешку. Ну, значит, продолжилась эта вот неспешная возня. Отъели белые на Ц5 шахм. И вот после хода ферзь Е3, неизвестно, что случилось с Магнусом. Магнус, недолго думая, пошел на Ф8 и получил парсированный магнус. Что было с Магнусом в этот момент, лучше было не смотреть. Он просто чуть ли не упал со стула. Начал бросать все и ругаться. А, естественно, получил такой вот палетный магнус. Да, ну, в общем, все ходы, кроме короля Ф8, делали ничью. То есть и ферзь Е6, и ферзь Е5, и слон Е5, и король Д7, и король Д8. Но Магнус выбрал единственный ход, который ведет к поражению. Ну, что ж, вот такая вот зарисовка. Достаточно забавная. Третья партия. Казалось бы, что может быть здесь? Что здесь может случиться? Ну, и так вот Магнус пошел на систему Рогозина. Мариант такой существует с ходом ферзь А4. Уэсли классическим образом отреагировал. И вот такой наглый ход же А4. Все наверняка уже подумают, что Магнус на этом же территории. Но на самом деле, вот такой вот ход от Уэсли Со тоже, честно говоря, привел к лифте такой, в общем-то, совершенно невероятный, кажется, не то, что в состоянии ступора, но привел людей просто в состояние удивления. Уэсли Со и сделал такой ход от короля Ж5. Но на самом деле, можно было брать на С4 холодно, но и позиция была бы просто-напросто сложной. Но после хода слон Ж3 убил их теперь явная идея с вскрытием короля черных. И после хони Е4, естественно, Магнус пошел вперед. Поменялись на Ж3. И выясняется, что не успевают эти черные прикрыть все свои дыры. Немножко опасная позиция, конечно, для Уэсли была. Ну, так оно и случилось. Дальше Ж5 прорезал он атакующие возможности. Конь Е5, все вперед. На Ж5 нигде брать нельзя было. Конь С4. Ну и, в общем, такая вот ЖА-шопаттическая идея. Король Ф8 взял на С4 промежуточный ход Ферзь Ж5. И здесь был, кстати, очень интересный ход Конь Е5. Но тогда терялось ладья, но съедался слон на Д7. В общем, Магнус подумал, что здесь нет никакой необходимости. И пошел просто в Эншпиль. Очень невероятным образом мощное решение, то есть и практичное, в том числе он посчитал, что пора бы перейти уже в Эншпиль. В Эншпиль у белых большой перевес за счет проходных. Ну и так оно и получилось. Впоследствии он просто-напросто перешел в техническую позицию. Сделал пару еще точных ходов. Ну, а Уэсли здесь был совершенно бессилен. В общем-то, постепенно вот в этой позиции, в общем-то, и признал свое поражение. 2-1 Павел Карлсон и после поражения провел такую мощную партию. Особенно вот эта идея с ходом Ж4, конечно, побаловала зрителей у экранов. Настоящих гурманов, так сказать. Но Уэсли недолго о себе, как говорит сам, не стал долго переводить дух. И сразу же начал следующую партию. И в известном челябинском варианте, вариант с ходом Хонь Д5, вот такое вот новое, пожалуй, веяние ход Ферзь Ф3. Ну, новое, это хорошо забытое старое, как известно. Ну, в общем, такой вот вариант он разыграл. Ферзь А3. В Б6 отреагировал Магнус, Лун Ж5. Это все была теоретическая заготовка, подготовка. Ну, и, в общем-то, Магнус пошел на такую позицию, где у него есть определенные опасности. Король остался у черных в центре. Нужно развивать фланг. Напали на коня, конь вернулся. Черные вывели фигуры. Ну, однако, пора уже белому вскрывать игру Х4. Поприятнее. Позиции у белых получили с дебютом, но разносторонняя рокировка. С другой стороны, король у черных в центре. Позиция сложная, игровая. И можно ее трактовать как белыми, так и черными. Итак, взятие конем на Е5. И возврат Ферзя в люди. Ферзь теперь отправляется на любой из полей. В четвертой горизонтали. И вот Магнус играет Х5. Слон Е2. Неспешная подготовка. Ладья идет на Ф1. Приятная позиция. Но однако, вот конь на Е5 тоже здорово цементирует все. И в целом позиция, можно сказать, динамического равновесия. Итак, Х4. Ладья Ф4 пристал к пешке. Пешка была защищена. Однако, у белых, наверное, чуть больше полезных ходов. И отметим, что пассивность голопольного слона определяет оценку этой позиции. Помимо еще и пассивного положения королевского фланга черных. Ну вот, поэтому попытался Магнус активизироваться. Три раза напал. Очень симпатичная конструкция. Мы обычно видим такое по вертикали. А тут прям по горизонтали. И конкретно напали так, что мама не горюй. В итоге, аж три же три. Наверняка, это включение оказалось на пользу белым. Так как пешка на А3 в опасности в некотором роде. Ну и вот черные сразу ее прикрыли. И такая вот форточка, например, фиксирующая пешку на Б6 и пешку на А6. Стратегически все-таки хуже. У черных оказалось на перспективе, на длинной дистанции. Уже все коня на Е5 недостаточно. И в итоге белые начали дальше усилили позицию. Пришлось Магнусу уже, как говорится, соглашаться на вот такой вот полуящик. Послабил его с поля Б5 еще к тому же. Ну и вот Уэсли здесь хорошо проводит партию. Сделал очень важный ход Ланья А5, определяющий слона на Ф5. Ну и вот после хода Ферс С8, Ферс Б6 выяснилось, что пешки не стало. Магнус попытался активностью снизить вот эти вот идеи Уэсли Сон. И последовал такой занимательный ход Слона А6. Ход Конь Ж4 явился ошибкой. Но в случае любого другого движения, ну что можно было черным предложить? Убрать слона на Ж6 или на Ж4, но они остаются везде без пешки, как минимум белых, конечно же, получше. Но в плохой позиции самое простое это зевнуть. Поэтому вот такой вот зевок произошел. И выясняется, что черный Ферс перегружен. Не успевает он защитить слона в случае Ферса Д7. Он получает еще и слон Б5. Таким образом, Уэсли Сон отпраздновал победу в четвертой партии. И в матче зафиксирована была ничья. Сегодня второй день противостояния. Следим за Скеллинг Оупен. Подписываемся на канал. И до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok